вот находимся на плотине возле храма везли доски сейчас вот мы их таскаем сюда пятерку четверку кусочки на костровом на лагерном пруду там таскают братья мостик из досок вот и началось уже жарко ему стало вот меня разжарила холодно было маленькие надевал а сейчас заново все скидываю невозможно работать фу 1 октября смотри у меня стихотворение есть такое развесил портянки свои как паруса сушить говорит а мы вертро дня под одним солнцем портянки сушили это вот у меня портянки такими заплатами сегодня да строчная жена зашить чтобы портянки вот кто еще не видал таких портянок пусть посмотрит вот сколько я лет их нашу а некоторые говорят говорят он показывает свою бедность ему деньги наверное не только за это вот сапог прорвался туда сушки лезут я сверху так вот заплату пришел ну любой сапожник что скажет то скажет сапогом можно этим рекламу делать вот мы съездили в шарщину приехали оттуда жарко это трусов 1 октября повторяю сибирь алтайский край но сейчас буду опять одеваться но уже нижнее белье ночное снял потому что утром было очень холодно и холодновато вот везде все заплата на заплате и так интересно жить то есть интересно показываю когда людям они говорят а что такое носки прорвались я сам зашиваю их вот посмотри какие где но тут уже я не досмотрел это я бы не допустил такого дырка это не положено так еще новых нет новые есть а новая я такие никому не подарю я их стираю починяю надеваю а новенькие братья приехали я даю они удивляются как у меня носков много мне люди то дарят и не знают я не эти носки но я говорю это не мне благодарность богу что у бога так много добрых людей просто на удивление много молча делаем где-то тут вот вы делаете фотографию так еще фотографируется на вашу скукоту то городскую это какое какое дело где вы видите что на работе раздевали за трусов потеряете так работать вот сегодня привезли вот доски а где сосна росла вот как там эти северные народы подходит сосна ты не обижайся я тебя спилю тебе больно будет ну а потом мы сделаем слив вода будет рыба будет плавать ты сосна хорошая не обижайся и вот они с ней разговаривают и он съездил туда это деворкян приехал туда и говорит ой какой народ то там это вроде грамотный чуть ли не перешел в эту веру дерево она дано на пользу вот они приехали туда первый раз я его увидел этого который мастер там мы откидываем в сторону некоторые обдул попадает обзор это вот обзор ну там есть обзор сильнее он горит а что это я говорю мы смотрим за первый сорт супер первый у нас доски идут в воду мы будем пропитывать особыми веществами не пропитывать но мазать он стоит молчит ничего не говорит ну тогда отложите в сторону вот он обзор такой видишь вот он где вот видно она молодая сосна вот она где и с той стороны захватила отложили теперь переворачивают меня со всех сторон братья показывают я говорю пойду отложили четыре доски я посмотрел обзор не одна почти насквозь ну ладно возьмите дополнительно вам доску дам доску дам первый раз человек видит я знаю что это не за границей люди берут когда и говорят а чё ты дал тут сучок 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 а мне как раз говорю сушки надо сучок он не гниет он наполненный смолою самый суковатый там выбирать не будешь они уже нам отложили специально было 5 пятерка 5 сантиметров вот это 4 вот которые 4 это пятерка видно мы их много тут сложили я еще не знаю как они по пойдут но может быть как раз они нужны здесь будут это очень ответственный пруд очень поэтому пятерку придется можно бослое ложить воду держать мощно мощнейший напор воды здесь вот сегодняшний день завтра уже намечено деревне жизнь то какая интересная горит бьет ключом да все по голове ну да к счету без денег денег без денег делать нечего не надо работать у нас которые люди приезжают они там дома продают здесь начинают что-то марата это милость божия еще скрывать таких денег при моей пенсии 6 тысяч там 500 рублей ничего не остается ни рубля и это никогда бы не купить я выражаю благодарность богу за тех людей которые помогают помогают притом безвозмездно притом я даже не знал что они помогут на доске я говорил хорошо бы кто-то нашелся помочь труд восстановить и мы еще не знаем восстановим нет потому что стихия как бог посмотрит на это дело будет может такой напор что вообще дамбу снизу все были какие наводнения на востоке вот там удержал а как правило там где я не знаю какой там город где мы были крымский пришло ли там это было трехсот погибло мы были говорит неправда кого-то трех тысяч ночью хлынула прорвало там озеро где или что-то селевый поток все с ним затопило у нас они не так мы на берегу сидели поэтому сейчас я обуваю заново одни брюки убрал ну и надо скорее нас спасать потому что нет уверенности что они украдут я из-за чего где-то надо прятать в кустах доски тащат все почему бога нету для него нету чтобы он не увидел все тащит ему не надо даже я велосипед поставил еще не начинали строить пошли мы черемуху брать а на душе как-то неспокойно так решил маленько отрубить на черенок лопате я бы я побегу в лагерь что-то там делается нехорошее а как узнать это ничего я не знаю что я знаю на душе нелегко я выскочил и до полка бегу гляжу стоит телега губин фамилия узнал его и он в телегу мой велосипед из-за града оттуда вытащил и в телегу положил а я подскочил его коня остановилась топором по в руках он не на меня смотрит а на топор я вот еще делаешь у тебя транспорт если у меня нету ничего зачем ты это сделал еще забрал обратно велосипед а он я не знаю где-то несчастный погиб в скором времени не передали все тащит почему вор на воре гора на горе расул гамзат подписал бога нет все возможно безобразничек а бог есть я не могу мой отец наказал не воруй в ты не играй карта это и компьютерные игры проще отец ничего не знал этого что-то будет дальше поэтому так вот сейчас я переобуюсь и буду таскать доски ну кого не покажи как ты носки таскаешь подожди к я рабу и столько маленький ой ножники мои когда меня везли на суд а я смотрю внизу в окошечко то глазок в этой машине зак называется а меня везут не со всеми вместе заками никогда вместе не возили отдельно в отдельном стаканчике остальные там дальше всю машину занимает машина закрытая вот интересно у меня директор был он в общей камере был с нами и когда вернется шоу по два-три показывает как готов у меня копейка я там изнутри шурупа откручиваю директор машину заказку изнутри закручивает я смотрю в этот глазок то сосна мелькает барнаульская бывший монастырь и говорю сам себе господи благодарю тебя о как у меня жена любит меня смотри как она мне красиво портянки починила портянки это вообще чудо портянка вот так надо заворачивать если кто не знает я покажу вот так нужно ее расстелить и обязательно изнутри вот вовнутрь вот нога это внутренняя часть если на той ноге вот отсюда начинать чтоб портянка была изнутри а почему вот когда я повернешь вот так вот дальше то вот этот шов вот этот он должен попадать в этот изгиб ноги ну в я в ямку чтобы а потом раз повернул и проверну вот она как все чтобы не смазали не вне просто так едут а ведут ну я тут я не против я хочу могу сказать только поблагодарить бога что такая братья они на том пруду доски смеслили а сейчас здесь будут вот я щас покажу как носят доски да я там костюмы своему штанишки это сразу пятерка ну складывайте там где у первую доску положили да но пока пусть несут там дальше перенесем отсюда унеси вплотную кто и нас не сети туда вот от бруски бери никита один или два на сколько унесешь там еще надо одну пятерку положить чтоб чтоб мостик был широкий да давай это 6 метров а положи положи вот он никогда доски не носил маленько носил но опыта дня через три только придет он будет правильно заскопить и не петельность вот доску да я откидываю а он берет другого конца а так вот конец там зажатый убери видишь а его разницы такой нету какого конца брать вот беременький вот так там он подходит за конец еще дальше вот так станет ступор стоит ну неси туда доску а как туда нести но повернись и тот конец возьми для него это неразрешимый вопрос понимаете какой уровень вот любой ну мастер там я скажу прораб он даже близко не допустит надо работать он не может а папы услышали он монастырь его надо он хороший такой то есть так принизили церковь такие волки вошли в церковь что они кадры набирают вот такие которые совершенно ничего не умеют делать альберт швейцер человек после ставший лауреатом нобелевской премии когда поехал быть миссионером он своему высшему образованию знаю немецкий и французский одинаковые языки еще кончил медицинский университет чтобы помогать вот как надо здесь самое год самое брошенное сразу в попы ужас какой-то какой конкурс избирать патриархи да и изведанных духом святым они канцелярская работа не началась как избирали на на то чтобы раздавать кого апостол они к пятерке положили там но потом разобрать сказали воздействовать эти туда не надо не надо воздействовать дети а потом утащить из дороги убрать четверки четверку идите сюда ко мне оба я вам под подкидывать буду вот по доске берите тащите вон там лежат не положите пожалуйста а пятерку туда унесли к пятеркам не надо туда надо утащить обратно будет пошел вот так вот это вот пятерка вот она лишняя мы потом куда-то отправим я не знал куда гибать какие-то те на было снизу там брать он тут четверку бери а это что у нас 40 4 сантиметров толщины 15 ширине 6 метров сначала чем-то пропитывать надо такая работа грязная мазутная делать надо никто за это платить не будет мы платим мы и начинаешь мы можем там надо им скинуть третью положить там надо да да пожалуйста они здесь пока полежат сережа вот эта крайняя пятерка положите эту доску сюда возьми и туда положи вот эту вот вот пятерка ты никита туда пока складывай там разберемся нам убрать трассы просто заброшенная правда тащи тащи ты тащи туда ты туда тащи не разговаривать и хорошо работаешь молодец доску пятерку то я не знал куда сбросить я сбросил основное суда там забросил поскольку надо высчитанной она лишняя здесь но мы его пустим на дело мы сейчас пустим одно здесь на пол она тяжелая хорошая да 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 вот эту капельку и виситюра далеко пофону до свою ручку а потом повернем влево Вот как братья таскают доски. Вот идет Никита берет, он уже знает как брать, с какого конца. Для него это немаловажно. Там Сережа тащит, Мурусок, Володя, вот Камаз привез доски около 5,5 кубометров, еще не додали 70 досок, вот они какие доски хорошие. Это Сибирь, славится лесом. Китай гонит туда миллионы кубометров, распродается восток. Ну наверное правильно, потому что не умеем пользоваться, поджигаем, не бережем. Вот настил сделали из трех настил, доска на доске, три пятерки. Вот они идут. Вот я плохо показываю, у меня трясется все. очень интересно. Болеть некогда совершенно. Вот хвалятся, чем болеет пенсионер. Пенсионерам вообще не надо заботиться об этом-то. В больницу вот не хожу. Почему? Да свое отжил. Что уже спрашивать? 77 год землю топчу. Везли доски там еще на том месте сбросили виноватые. Вот они идут. За золото, доски золото ребята. Все работают. Два клина. Это гуси. Ну гуси серые там разные бывают. В прошлый раз смотрели мы клин более 100 штук пролетел. Это мы только видим уже, я не знаю, пятый клин, кажется, летит. Идут к северу, это к югу. На юг точно-точно тянут на юг. Мы были здесь и охотники к нам заехали. Ну они вот так летят. Тут присцелился баба. Они как летели даже не пошевелились. Им это что? Дрот не достанет их. Вон они где. Посчитай сколько их. А вот на этом можно будет посчитать. Ну что, поехали обедать как раз. Разгрузили доски, сносили с дороги, убрали. Теперь Господь сохранит их там. Потому что это очень и очень дорого для нас. Хочется все сделать, как положено. При помощи Божьей вообще ничего нет. Тем более сохранит. Напрасно бодрствует страж. Давайте брать, оставите. Спасибо.